Друзья, всем привет! И в этом видео мы с вами поговорим про основные функции и характеристики планеты Меркурий в нашем с вами гороскопе, и за какие сферы он отвечает, и как он проявляется в сильном и слабом положении. А это канал AstroGuide, твой проводник мира астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Меркурий — это одна из важных планет в нашем гороскопе, которая отвечает за интеллект, мышление, обучение. И именно Меркурий у нас управляет процессами мышления и нашей интеллектуальной деятельности. Он отвечает за наше логическое восприятие мира, за нашу способность анализировать факты, делать финальные выводы. И Меркурий также связан с такими качествами, как умение обучаться, умение воспринимать новые идеи, адаптироваться к информационным изменениям. И люди с сильным Меркурием в гороскопе на самом деле обладают очень хорошим аналитическим умом. Они легко решают разного рода задачи и быстро схватывают новую информацию, как бы на лету. И они быстро схватывают суть вещей, они могут ясно и точно формулировать свои мысли, они легко решают самые сложные задачи. Те, у кого Меркурий поражен, наоборот, могут испытывать трудности с логическим мышлением, с принятием решений, с анализом информации. И вот их мышление может быть немножко фрагментированным, непоследовательным, что опять же, в свою очередь, приводит к путанице и ошибкам. И важно отметить, что Меркурий, он не просто управляет интеллектом, он определяет именно способ мышления. То есть знак Зодиака, в котором находится Меркурий, конечно же, нам покажет, какой способ мышления, тип мышления, какой тип обработки информации есть у человека. То есть вот конкретный и систематический это способ обработки информации, либо наоборот, какой-то творческий, нестандартный. И также Меркурий — это планета коммуникаций. Он определяет, как мы выражаем свои мысли и идеи, как взаимодействуем с окружающими людьми, как мы воспринимаем и обрабатываем информацию, полученную вот извне, благодаря нашей коммуникации. И под влиянием Меркурия, конечно же, формируется наша речь, ее четкость, выразительность, способность убеждать, доносить какие-то идеи. И люди с сильным Меркурием, они могут легко находить общий язык с другими людьми, они умеют ясно и убедительно выражать свои мысли. И такие люди обычно являются отличными ораторами, они умеют вести переговоры, они находят общий язык с самыми разными людьми и прям по всему миру. Их речь логична, их речь последовательна, убедительна. Они легко выражают свои мысли, они легко чувствуют себя уверенно в любых ситуациях, связанных вот особенно с общением, либо с публичными выступлениями. А вот поврежденный Меркурий, напротив, может привести к трудностям в общении, путанице в словах и также вот в целом к проблемам с пониманием и интерпретацией входящей информации. И он может проявляться в нечеткой, невнятной речи, проблемах с выражением мыслей, недостаточной уверенностью в себе при общении. И такие вот люди на самом деле могут испытывать трудности с тем, чтобы быть понятыми, принятыми другими людьми и часто не могут ясно и конкретно донести именно свою точку зрения, свое мнение. И Меркурий у нас также это планета академических знаний, то есть тех знаний, которые мы получаем из разного рода курсов, обучений, книг. Поэтому вот Меркурий, он также отвечает у нас за процессы обучения и запоминания информации. И он помогает нам усваивать знания, как бы структурировать их и практически использовать, применять в своей жизни. И сильный Меркурий, он конечно же способствует успешному обучению, хорошей памяти и склонности к постоянному саморазвитию. Эти люди, как правило, имеют достаточно широкие кругозоры и они стремятся к получению новых знаний на постоянной основе. То есть они склонны к постоянному поиску новой информации, они любят читать, учиться, открывать для себя что-то новое. И такие люди легко воспринимают информацию, они умеют ее анализировать и делать выводы из полученной информации. То есть они обладают вот этим критическим мышлением. И это позволяет им в том числе заниматься более серьезными вещами, такими как наука, исследовательская деятельность, аналитика данных и так далее. Им легко дается в том числе изучение иностранных языков, математики, либо других дисциплин, требующих логического анализа. И они часто становятся активными участниками каких-то семинаров, дискуссий, создания групповых проектов. Они легко налаживают контакт с окружающими людьми, что способствует успешному усвоению материала и, конечно же, обмену знаниями. И такие люди на самом деле умеют правильно организовать свой учебный график, свой режим, находить баланс между учебой и отдыхом, чтобы достигать каких-то высоких, в том числе, академических результатов. А вот при негативных аспектах или при слабом Меркурии в гороскопе, конечно же, могут возникнуть проблемы с обучением, трудности с запоминанием информации, с концентрацией своего внимания на каких-то вещах, а также отсутствие интересов в целом к получению новых знаний. И такие люди могут сталкиваться с проблемами в учебе, особенно вот в тех областях, где требуется логическое мышление, концентрация внимания. И у них, конечно же, может быть слабая память, сложность с освоением новой информации, да, и серия в одно ухо влетела, в другое вылетела. И Меркурий, конечно же, традиционно ассоциируется у нас с торговлей, с бизнесом, с коммерцией. И эта планета управляет вот всеми видами обмена, будь то информация, будь то товары, либо услуги. И люди, у которых вот Меркурий занимает сильное положение в карте, конечно же, часто оказываются успешными в бизнесе, в торговле, в финансах, либо в каких-то других сферах, связанных с коммуникациями. И они обладают вот этой проницательностью, умением вести переговоры, способностью находить выгодные сделки, заключать выгодные сделки. И сильный Меркурий способствует развитию вот этих навыков, убеждения, умению вести переговоры, да, то есть подписывать важные и выгодные контракты. И такие люди обладают даром слова, то есть они способны ясно и чётко выражать свои мысли и убеждать, конечно же, своих партнёров в своей правоте. И они могут легко находить общий язык с клиентами, с коллегами, с партнёрами. То есть они обладают вот этими отличными навыками планирования и управления ресурсами. Они умеют оценивать рынок, прогнозировать спрос, предлагать клиентам то, что им действительно нужно. И вот их финансовые решения обычно на самом деле очень хорошо продуманы, очень логичны. И люди сильным Меркурием, конечно же, умеют эффективно управлять своими финансами, планировать бюджет, распределять ресурсы так, чтобы вот прям получить максимальную прибыль. Но в то же время слабый либо повреждённый Меркурий, конечно же, будет приводить к ошибкам в расчётах, к каким-то финансовым потерям, к принятию каких-то необдуманных решений. Вот это, ну как бы будет наблюдаться недостаток проницательности в бизнесе, в торговле. Ну и, да и в целом, это может приводить к проблемам в деловой сфере. То есть, по факту, таким людям, бизнесом, либо коммерческой деятельностью лучше не заниматься, потому что их вложения, они окажутся неоправданными, да, и их в целом самих могут обвести как бы вокруг пальца, да, и работать они будут себе в убыток. И вот в астрологии Меркурий у нас также отвечает за короткие поездки, перемещения на небольшие расстояния, а также за все виды путешествий. И под влиянием Меркурия, конечно же, человек стремится к смене обстановки, к поездкам, к изучению новых мест, к изучению новых культур. И вот влияние Меркурия проявляется, ну, абсолютно в различных моментах, то есть, начиная от организации этих путешествий и, конечно же, заканчивая особенностями восприятия вот этих мест и культур, да, в которых человек у нас окажется. Люди с сильным Меркурием в гороскопе, как правило, часто путешествуют, особенно на небольшие расстояния, и их жизнь может быть связана с частыми поездками, либо сменой места работы, либо учебы, с командировками. И им легко даются поездки, они быстро ориентируются в новых местах и предпочитают, конечно же, активный образ жизни, насыщенный таким движением, перемещениями. И такие люди часто выбирают в том числе себе профессии, связанные вот с частыми командировками, с поездками, там, возможно, с путешествиями. Либо они, в свою очередь, предпочитают активный отдых, да, который включает в себя вот эти путешествия, в том числе и на короткие расстояния. И, конечно же, для них важно разнообразие и смена обстановки. И они редко проводят много времени, сидя ровно на одном месте. И это также могут быть поездки на какие-то семинары, конференции, деловые встречи, либо обучение за границей. А вот поврежденный Меркурий в гороскопе, конечно же, может вызывать задержки, путаницу в маршрутах, какие-то неприятные неожиданности в поездках. Ну и в целом, вот такая активная жизнь, конечно же, будет сложной для человека, и он будет ее как бы немножко сторониться. Чувствуешь усталость от жизни? Все валится из рук? Не знаешь, с чего начать, чтобы жизнь заиграла новыми красками? Приходи на интенсив, узнай секреты своего гороскопа в школу астрологии Орион, где ты получишь конкретный список действий для улучшения жизни по самым важным направлениям. Подробнее про интенсив читай по ссылке и начни жить лучшую версию своей жизни прямо сейчас. И также Меркурий это показатель нашей нервной системы и здоровья нашей психики в гороскопе, да, то есть он отвечает за связь между нашим телом и разумом, и тесно связан с когнитивными функциями, с координацией движений и в целом общей ментальной активностью. И вот сильный Меркурий, он, конечно же, способствует ясности ума, хорошей координации, крепким нервам. Он помогает людям сохранять вот эту эмоциональную стабильность благодаря способности рационально воспринимать события и анализировать свои эмоции. И они могут найти, скажем так, разумные объяснения своим чувствам, не поддаваться вот этим эмоциональным колебаниям, что, конечно же, благоприятно сказывается и на психологической устойчивости человека, причем даже в самых, казалось бы, суперстрессовых ситуациях. Либо они смогут очень быстро восстановиться, да, после вот этих стрессовых ситуаций. А вот слабый либо поврежденный Меркурий, конечно же, может приводить к нервным расстройствам, проблемам с координацией, там, движений, бессонницей, либо к другим нарушениям, связанным с нервной системой. И может присутствовать даже какое-то хроническое беспокойство, там, головные боли, нервозность. Может проявиться там у человека чесотка, либо прочие заболевания на фоне, опять же, вот этого нервного перенапряжения. И вот, кстати, у психически нестабильных людей, либо там маньяков, например, может наблюдаться, в том числе в гороскопе, вот проблемы с Меркурием. И, кстати, Меркурия это еще у нас бронхолегочная система и дыхательные пути, да. И вот воспаление, либо высыпание кожи, например, там, акне, аллергия, они тоже находятся под влиянием Меркурия. Но давайте теперь поговорим о более практичном применении Меркурия в нашей повседневной жизни. И как мы с вами уже выяснили, Меркурий это планета, которая управляет нашими какими-то вот повседневными делами, бытовыми делами, в том числе связанные с коммуникацией, интеллектуальной деятельностью и обучением. И вот, конечно, с точки зрения астрологии, конечно же, важно учитывать его положение в гороскопе, особенно в транзите, при планировании каких-то там важных дел, подписания договоров, переговоров, начала обучения, либо другой деятельности, которая требует активного взаимодействия с другими людьми, либо нашего интеллекта, да. И вот особенно для людей, которые занимаются бизнесом, продажами, запусками, торговлей, конечно же, тоже важно учитывать его положение, потому что, скажем так, правильно подобранные даты могут привести к большему успеху и увеличить продажи и заключение успешных сделок. Про текущее положение Меркурия на небе и его влияние вы, конечно же, всегда можете узнать в моих видео. Астротенденции на месяц, выпуски публикуются каждый месяц, поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы их не пропускать. И, конечно, друзья, я вас приглашаю на интенсив «Узнай секреты своего гороскопа», где вы научитесь работать именно со своим гороскопом и выводить важные, главные сферы своей жизни в положительное русло и проживать свою жизнь успешно, в гармонии и по максимуму. Ссылка с информацией находится в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. Я буду очень рада видеть вас на интенсиве. С вами была Саша Ващилко и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok